Чё, погнали? Добро пожаловать в следующий подкаст. У нас два интересных, очень интересных боя. 18 мая получается у нас у Фьюри Усик, да? А 1 июня Бетербив Бивол. Вот, мы хотим сегодня обсудить, то есть мнение услышать в гостях, как всегда, тренер и папа Отович. Уже не гость, да? Уже не гость, уже, да. Главный актёр, блин. Главный актёр, да-да-да. Ну, то есть два интересных боя предстоят нам, и мы будем сегодня обсуждать эти бои, то есть выговаривать своё мнение, почему, кто, как, победит, зачем и так далее, и так далее, и так далее. И, может быть, вы послушаете, как в последний раз Отовича, поставите хорошую ставочку, и выиграете очень много денег. Ну, как-то так, можно, или очень много пройти, можно и так. Короче, мы дадим слово старшему, и послушаем, что он скажет, а я потому, а я как с тренировки, я сам 1 июня буду биться, поэтому у меня всё приготовлено, и я пока покушаю, и буду слушать. Микрофон только, наверное, в сторону. В сторону беру, а я не чавкаю. Хорошо. Ну, значит, это какого... На мои прогнозы лучше не обращать внимания, потому что я не хочу, чтобы потом это, какого, меня костерили, проиграв деньги. Но своё мнение я выскажу, и выскажу в таком этом ключе. Я думаю, когда... А какой бой ты сейчас? Ну, мы же сказали, что именно первый бой – это в мае, и, соответственно, это Усик-Фьюри. 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 Вот. У меня, значит, зачастую особое мнение, а мнение таково, что шансов у Усика нету и никогда не было против Фьюри. По какой причине, я хочу сразу маленечко, ну, раскрыть эту тему чуть-чуть побольше. Одно дело – Фьюри большой, другое дело – Фьюри может двигаться. Третье – на мой взгляд, Усик в тяжах абсолютно ничего не показал. Именно в супер-тяжах, я имею в виду. Вот. Естественно, я предвижу такие эти самые. Он выиграл Джошуа и прочее-прочее. На это я так скажу. Мы с Ахиллесом частенько разговаривали. Я и также Джошуа не относил к таким супер-бойцам. Тем более, после поражения Руису он был просто-напросто не это самое, какого, психологически еще не это самое, как говорится, слаб и прочее. Это одна сторона. Вторая сторона… Кто? Джошуа. Это не Джошуа. Джошуа. Нет. Тут маленечко другое. Нельзя никогда… На мой взгляд, никогда нельзя сравнивать. Вот он выиграл Унгану, Тайсон Фьюри, Унгану. Нет. Я просто говорю, что последнее его это… Может, он и был слаб, а сейчас вырос, я хочу сказать. Нет. Я-то говорю об Усике и о том Джошуа, который против Усика боксировал. Я вот о чем говорю. Поэтому я говорю, сейчас, может, Джошуа уже вырос психологически. Ну, я возвращаюсь к вопросу, что Джошуа, мы с Ахиллесом разговаривали, он рос, но он никогда все в один голос, ой, этот боец там века и прочее, прочее. Я, допустим, всегда так к этому относился, что Джошуа прямо уж такой супер боец не был. Да, хорошие данные, да, физически сильный. Как боксер, как боксер он не был для меня никогда таким прям уж хорошим. И это доказывало, что он периодически был… Чем он, Джошуа, забрался на вершину? Он сбил этого старого Кличко. Мы уходим от темы Фьюри Усик. Фьюри Усик, хорошо. Ну, я просто так раскрыл, мое мнение, что Усик в супертяжах никого прям достойного такого не выигрывал. Супертяж, ты говоришь, как по любителям. Тут нету супертяжей. А, ну, тяжей. Тяжей, крузера. Ну, да, он же тоже тяж, как бы, ну, этот, ну, крузер, да, крузер. Крузер, Усик был чемпионом там. Ну, ну, неважно. Короче, там он был хорош, там он побеждал сильных. А в суперах он проиграл, на мой взгляд, этому, как его, англичанину. Бегал от него там… Чисори. Чисори. Проиграл, на мой взгляд, однозначно. Потом еще с кем-то он боксировал. Я даже имени его не знаю. Тот ему тоже втыкал. Там вот все говорят, у него защита, защита. Я скажу, что у Усика защита не такая уж прямо уж и защита. Хватает он за милую душу. Ну, ноги только, только ноги единственные. За милую душу он хватает. А вот держалку у него, да, я считаю, что он держит его в голову. Я что-то не могу вспомнить, чтобы кто-то его ронял. Вот за счет этого. А Тайсон, я Фьюри, я говорю, да, Тайсону всегда возникает вопрос, об он будет в форме или нет. Но я так скажу, если Тайсон даже две недели потренируется и не будет пить, он выиграет Усика. Вот такое мое мнение. Даже пьяный выиграет у него. Смело, смело. Я говорю, как я это вижу. Я поэтому и попытался, ну, так, от длина сказать, почему я так думаю. Потому что все говорят, а, большие... Нет, вроде большой Фаусик может. Но Тайсон не просто большой, он еще и подвижный. Ну да. Ну все, чего вам? Че скажешь? Ты че скажешь? Я скажу... Фьюри техническим нокаутом в конце боя 10-11-12 раунд. А почему ты так думаешь? Потому что думаю так. Ну, потому что очень он. Я спрашиваю, ты не будешь объяснять или разворачивать свое мнение или... Нет, ну как он точно нет. Просто я думаю, что он наестся на весь бой. За весь бой. И все. Он не подойдет. Я вот не вижу, чем может Усик у него выиграть. Ну, так вот. Ну, можно. Темпом там. Не знаю. Будет дергать его. Он будет дергать его. Я склоняюсь тоже к тому, что выиграет, конечно, Фьюри. Именно у меня самый большой пункт, самый такой, как сказать, пункт, самая такая это, что Фьюри как настоящий тяж и хороший тяж, и умеет двигаться. Да, не просто вот, не просто, ну, там, Джошу Даун, не то, короче. Да. А этот может и двигаться, и поуходить, и ударить. И надавить может. И надавить может, и грязно может боксировать. Вот это вот тоже самое такое это, что он, он шон грязно может. Он вообще может быть... Кринчевать, и там быть грязно. Вообще может быть беспонтовым. Короче, вообще может. Бояться он не будет, как Нгану он, допустим. Он опасался. Осталось ничего, да, да. Там ему действительно надо было в хорошей форме. Нет, я неправильно сказал. Не то, что Фьюри тяж это, а Усик не тяж, да. Усик, ну, он не настоящий тяж. Ну, да, ну, все как говорят, но ему это хватает с такими, как Джошуа. Да, да, с такими хватает. А вот с такими, как Фьюри, однозначно не хватает. Ну, вот еще один момент. Возвращаясь к Усику, все-таки к Усику и к Джошуа, я считаю, первый бой он гораздо лучше сделал, а второй я уже видел, что у Усика не было линии. И я, у меня такое ощущение, что там он уже готовился без Ломаченко-старшего. Вот Ломаченко-старшего работу было сразу видно. Это было на Гассиеве, он был классный. Это был Белью, это самое, по крайней мере, сразу. Он там... Он в Губу там тоже, да? Не-не, я говорю... С Белью. Ну, насколько я знаю, что готовил Ломаченко его по-любому Гассиеву. И, по-моему, и следующий бой Белью, он готовил, не готовил. Но это было очень хорошо видно, насколько он это... И такую же работу он показал с Джошуа Усик. А уже второй бой. Я не видел линии у него с Джошуа. А просто Джошуа был еще слаб и психологически не смог. А линии уже я такой не видел. Уже какая-то была такая у него... Ну, все равно от Фьюри мы опять к этому. Я именно поэтому хочу так раскрыто. Почему я так думаю? Я тоже не вижу вообще, в принципе, чем Усик можно взять. Если будет Фьюри готовый, если, как ты говоришь, он две недели потренируется и не забухает прям на самые это, то я тоже не вижу, в принципе, и со здоровьем нормально у Фьюри. Как бы если он подготовлен, будет готов. У него и со здоровьем нормально, у него и сдержалкой он может падать, всталать. Не сможет его Усик там натыкать так, что он как Джошуа, он почти что натыкал, и тот чуть не упал в конце. А такого удара у Усика нету, что прям... Одним ударом снеси. Один ударом снеси. Один ударом снеси, как снеси у Вальдер этого Фьюри. И тот, блин, после такого встал. Ну, я думаю, такого не будет. Поэтому как бы темпом, я думаю, не возьмет он ничего там. Потому, что я говорю темпом, в принципе, Фьюри и тоже может, и Дехау, ну, как бы у него и это есть, да, и двигаться умеет. Ну, кстати, говорят, что вот Фьюри против Нгану был не готов. Ну, как не готов? Он 10 раундов, 12, он вот так вот сделал. Не то, что не готов, может, где-то не ожидал. Да, ментально не готов, опасался. Как боксер он должен был идти вперед, а тот его хорошо встречал, и он... Ну, да. Ментально, наверное, больше не готов, а так физически-то это 12 раундов. Физически-то он 12 раундов, поэтому нельзя говорить, что он выйдет и с усиками. Поэтому я говорю, может, он и не готовился Нгану, но он все равно 12 раундов может. Да-да. Тем более с усиками. Но она не забухает 2 недели даже. И как думаешь, и как подумаешь, закончится бой? Фьюри... По очкам или досочным? Блин, ну, вот это вот интересно, да, конечно. Я вот тоже... Давайте я что-то не сказал. Я думаю, что Фьюри выиграет по пунктам или... По очкам. Ой, по очкам. Или выиграет досрочно в связи с травмой у усика. Корпус типа. Корпус заболевает. А я скажу так, я скажу, я скажу... Ну, я так думаю, что это травма. Либо это смотря, как Фьюри настроится на эту... Что Фьюри захочет сделать? И либо, короче, выиграет он по пунктам, либо он просто его переедет вообще. Просто снесет, да. За 5 минут. Либо снесет его, либо... Ну, как Вайдера, да? Вот как Вайдера он снес. И вот у меня вот такая сейчас... Это было как Вайдера. Второй бой Вайдера, как он просто переехал. Ну, просто не забудь у усика все равно. Ты не можешь... Он убежит, он убежит, он не даст. Голова у него держит. Поэтому я думаю, что будет по пунктам или досрочно в связи с повреждением у усика. В поздних раундах, вот я сказал. Ну, короче... Ну, потому что усик не будет себе так это... Он не даст себе упиток. Не, он досрочно... Я не могу представить тоже, что... Он будет где... Тиху-тиху-тиху-тиху. Да-да. А может, он ему предложит, иди сюда, и тут пойди. Ну, и поймет потом. Да-да-да. Ну, поймет потом. Ну, посмотрим. Хорошо, что у нас у всех разное мнение. Посмотрим. Так что кто-то, кто-то из нас выиграет. А может, все выиграем. А может, усик выиграет. Может, усик, да. Нокаутом, да. Одиночным ударом. Ну, ладно, все, здесь все понятно. Все понятно. Ясно. Погнали дальше. Что у нас? Первого июня, да? Кто? Бетербеев, Бевол. Я думал, Магомед, Магомедов и Сергей Михайлов. А когда ты? Первого июня тоже. Нет, Бевол, да. Бевол и Бетербеев у нас. Бевол и Бетербеев. Вот это вот интересно. И я считаю, что на данный момент, кто может победить Бетербеева, это Бевол. А что у нас? Мы там со старшего начали, сейчас давайте с младшего начнем. Ну, я уже сказал, ты сейчас за мной будешь так и так повторять. Повторять! Ну, давай я уже на то самое, скажу бы пару слов и все. Я единственное, ну, что, я считаю, что Бевол очень такой стабильный психологический человек. У него навыков достаточно выиграть. И еще я заметил, что Бетербеев пробует унизить Бевола. И это нехороший знак. Значит, он в нем чувствует тоже какую-то, на мой взгляд... А в чем унизить? Почему? Ну, я как в интервью, я это так видел, что именно как унизить, что именно так это, да, ну, как на пресс-конференции он говорит, типа, он знает, что его ждет. Ну, знаешь, это не в таком плане унизить, что там обозвал, а именно так, что он никто для меня. Но он высказывается вообще-то всегда так. Осторожно. А здесь он уже несколько раз, я слышал, что Бевол, в принципе, человек, который корректный. Вы вообще все знаете, я вообще не слежу. Он очень корректный. А вот Бетербеев, я заметил, уже несколько раз выражался так, это самое, пренебрежительно. Ну, не то, что унизить, может, я неправильное слово выбрал, а пренебрежительно, как бы, к нему, а это говорит о том, что его злит, что его Бевол, очевидно, не боится. Вот, ну, как бы это. И это может... А может, просто Артур уверен в себе вот так сильно? Это называется самоуверенность, самоуверенность, если он так. А пока Мисс неплохо, он всегда самоуверенный был вот Артур и всегда у него где-то, может, было, там где-то он упал даже разок. Я говорю, у него, вот, вообще он, да, Артур, как бы, он не думает ни о защите, ни это, вперед. Вот я про это говорю, когда я у него спарринги делал, что он, в принципе, как бы о своей защите. Помнишь, я тебе приехал, я рассказывал, говорил. И, кстати, вот к этому бою, к которому я его готовил, в этом бою он и во втором раунде был на полу. Я приехал со спаррингов. С кем это было, с кем было? Как его? Англичанин. Джонсон, нет. Англичанин такой. Колумб Джонсон, нет? Да, что-то такое. Да. Ну, да, Джонсон. Англичанин тоже, короче. Посмотри, если тебе так интересно. Он во втором раунде, Артур, был. Ангешляг на полу, а в четвертом его вынес. Да, вынес. Да. В четвертом. И вот после этих спаррингов я приехал и рассказывал, что, ну, Артур такой, он самоуверен такой, что он как о защите своей, ну, как бы, не думает. И это ему может сыграть плохую, как бы, это, да. Роль. Ну, да. Службу такую плохую. Да, плохую это сыграть. Именно не вообще думая, что тебе вообще никто, тебе ничего не сможет сделать. И тут, видишь, как раз он был на полу в этом бою. Ну. Ну, вот это мой просто, я сказал свое мнение. Поэтому я все-таки ставлю на бокс, и я, как ни странно, ставлю на бибола, что он справится с этой задачей, я думаю. Ну, вот я не знаю, я вот тоже, да, вот последний, ну, я не вот не смотрю ни интервью, ни это, да, я просто вот, ну, по последним событиям как бы смотрел. По нашим словам. Не, 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 это у меня совсем другое мнение. Поэтому, как бы, здесь даже... Ну, ты, ты, по нашим словам, ты всегда не соглашаешься с нами. Вообще, не, вообще. Не, по последним событиям, я по последним событиям, как бы, это смотрю, по последним событиям, вот, ну, Бетербиев, да, вот, когда он с Ярдом боксировал, с Ярдом боксировал, и после вот этого боя, я думал, блин, все, короче, у Безербеева спад будет сейчас, да, потому что у него такой-такой тяжёлый бой для него был, ёлки-палки, он проиграл, он там, блин, в каждом, чуть ли не в каждом раунде был, это, ну, его, хапал там, да, и его качало чуть ли не в это, не в каждом раунде у него, да, ну, то есть, Ангель, как Ангель Шлягн по-русски? Ну, потрясён, потрясён, как бы, да, или нифига, Лаван, блин, ты вообще, блин, учись у Лавана по русскому языку, не ожидал я, думал, вот, а тут Лаван закинул просто, хопа, потряс нас всех, Лаван потряс, всё, ты сказал, я сказал, не, подожди, 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 я ещё не сказал вообще, ещё ничего, да, я тоже, развернусь, да, по очкам, в моём подкасте я ухыпал, да, хватит тебе, подожди, вы меня перебили, чё вы? Ну, что он этот самый, как он... Где я был? Он шёл на, идёт на соперника, пренебрегает защитой. На соперника я вообще разговаривал про Ярда и это, что после Ярда, после Ярда и Бетербиева, я думал, что, короче, будет у Бетербиева, ну, как спад будет, да, и, честно говоря, ну, я думал, если вот с таким Ляйстунгом, как бы, против Биевола, шансов ноль, ну, так, как вышел Артур против, как его этого, Колумб... Смис? Колумб Смис, и его отбабахал, я просто был в шоке. Но не забывай, что Колумб Смис, мне кажется, психологически не такой силён, как Биевол. Хорошо, хорошо соглашаюсь, хорошо соглашаюсь, но я скажу, по физике, например, я бы не сказал, что Биевол сильнее, или что по физике Биевол сможет чё-то больше придать Артуру, чем вот этот. Ну, по физике нет, но по боксу, по боксу, по боксу, по боксу, да, по боксу, да, а именно напугать Артура чем-то, я думаю, нет. Никто напугать его не будет. Как зачем? Потому что в боксе надо чем-то пугать. Нет, ну, подожди, ну, подожди, 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 смотри. Я считаю, Биевол шибко нет. Как я вижу, Биевол может, сколько я видел Биевола, Биевол всегда показывает хорошую форму тоже. Ну, да. И он может, ну, подожди, дай мне сказать, пожалуйста. В хорошей форме это по-любому. Вот, в хорошей форме, он всегда в хорошей форме, и он может все 12 раундов ему накидывать, и тут может, я видел, как нервничал Биев, когда против Адальниса, когда у него не получается. Он начинает нервничать, он не может, и вот тут он может сломать бокс просто. Нет, 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 здесь не получится, я думаю... Ты так думаешь, я так думаю, Волод думает, как я. Нет, 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 я думаю, что здесь не получится, не получится у Биевола ни Артура ничем, ну, предложить ему ничего. Ну, очень хорошо, кто-то из нас дал правильный прогноз. Не жесткости, ну, я считаю, что Биевол чересчур мягкий для Артура, да. И тем более, после такого, что закатил Артур вот с этим Смитфом, да, блин, после вот такого плохого боя с Ярдом, так вернуться назад, так убедительно выиграть тоже хорошего англичана, англичан, они тоже и жесткие, и это, и подраться, и это, блин, я в шоке. Ты нас не убеждай, ты убеждай телезрителей, у нас бесполезно. Я просто говорю свое мнение, и как бы, я вот считаю так, поэтому как бы. Ну-ка, поддержи-ка. Ну, я думаю, что Биевол по очкам, именно решающая эта психика. Я тоже психика считаю у него. Ментально он сильный, он не будет, ну, потому что все его это опасаются Артура, все. И Ярд, он также опасался его. Так же, все, все, все зажимаются, вот смотри, смесь вот этот, он тоже, он зажимался сильно, он отбивался. Не, ну, опять же, посмотрим, посмотрим. Потому что разница есть, когда ты отбиваешься или когда ты наносишь. Посмотрим, когда пропустишь, если это будет, не будет. Это будет видно, да. Понятно. Нет, а психики Биевова я как бы, не, я здесь даже спорить не буду, потому что... А мы на это именно договорим. А психики Биевова... Если он выиграет... Я не знаю, нет. То выиграет именно за этого пункта, естественно, что он будет психологически навяжет с собой бой. Вот, и вот я что думаю. Вот на это я ставлю. А вот именно даже если он навяжет, то я не вижу, как он может своим выиграть боем. Но Артура... По очкам. Да, по очкам. Артур... Артур продавит, мне кажется, его. Продавит, продавит бокс. Слушай, Артур, мне кажется, может психологически как раз расслабить. Не, 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 не в смысле такого вот, не, 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 я не вижу, как был. Ну, не знаю, посмотрим. Я думаю, что... Интересно, да. Интересно. Интересно. Я думаю, что Битербиев продавит, продавит бокс. Еще один момент, еще один момент. Когда-то эра Битербиева должна окончиться. Ну, не сейчас. Ну, не сейчас. Не в этом бою. Выиграет, он все четыре соберет, у него, ему один не хватает. Так, короче, все четыре соберет. Короче, сколько ты мне должен будешь, если проиграешь. Давай, сейчас публика смотрит, мы с тобой забьем сейчас. Забьем? Ну, давай, все на что? На что? Ну, сколько? У тебя денег нет. На что-то забиваем. Разыграем. Чего-нибудь. Чего-нибудь. Гуд, все? Хорошо. И подавим сушаварам. Да. Давай. Придется мне дарить свой подарок. Ну, все вроде бы. Ну, все говорили. Я говорю, я, да. Чего ты как скажешь? Ну, что я говорю, я скажу Битербиев. Ну, досрочно или? Битербиев. Или пачка. Я даже думаю, да, чтобы досрочно сможет продавить вообще. Ой-ой-ой. Или, ну, там, или в поздних раундах. Если только это, в поздних раундах. Да. В поздних раундах, Артур. Я скажу, даже в поздних раундах. Досрочно бибол. Да. Просто насыпет ему за весь бой. Ну, нафиг. Остановят. Не. Останови, доктор. Из-за повреждения. Доктор. Из-за повреждения. Останови, доктор. Потому что вот так он будет. Да. Да. Да, мне. Ну, вот. У Артура такое вообще невозможно. Ну, короче, мы такие прогнозы надавали. Сейчас публика. Они будут смеяться. Ладно, все. Спасибо вам, что смотрели наши прогнозы. Деньги ставьте или не ставьте. Там улица бережайте, короче. Мы сами не знаем. Мы сами ставить не будем. Деньги нет. А потом еще меньше будет. А потом долги будут. А потом долги будут, да. То есть, в общем, спасибо всем, что смотрели. Ну, пишите в комментариях. Ждем бои. Да, ждем бои. Пишите, какое у вас мнение. Тоже интересно. Вот, ну, даже посмотреть там. Да, кстати, тоже интересно. Там подискутируешь в комментариях. Есть одна идея. Да. Есть одна идея. Подарить человеку, кто первый комментарий напишет, правильный комментарий, подарить ему что-нибудь от тебя. Футболку могу подарить свою. Вот, футболочку. Да. Первый комментарий. Первый, кто правильный комментарий. Комментарий, да. Вот, кто напишет и кто потом... А никто не знает, кто... Мы скажем просто, что подарили там кому-то. В общем, пишите интересно. Пишите ваше мнение. Посмотрим, кто с кем... Что сходится. Поэтому будет интересно. И, ну, спасибо, что смотрели. Всем пока.